С огромным удовольствием наше учреждение принимает участие в этой конференции, хотя параллельно сейчас идет весенний марафон, организованный Ассоциацией онкологов России. Но действительно, эта тема телемедицинского консультирования, она действительно актуальна и нам бы хотелось бы не просто делиться опытом, а услышать на сегодняшней площадке вещи, которые нам бы хотелось бы внедрить. Спасибо большое, Анна Николаевна, за такую предоставленную возможность. Мы сотрудничаем со всеми инмицами, со всеми руководителями отделов ТМК, и с Герцена Владимиром Александровичем, и с Арсением из Блохина. Мы довольны этой работой. Вот именно так и должна, наверное, выстраиваться наша коллегиальная совместная работа. Вот. Я хотел бы напомнить, что телемедицина все-таки это уже сейчас является технологией, признанной медицинской услугой. В 323-м федеральном законе четко прописано, каким образом мы можем консультировать, документировать обязательно и подписывать электронной подписью. Все это как бы прописано. Существуют нормативные документы. Анна Николаевна напомнила нам про 116-й приказ, в котором перечисленные нозологические единицы очень хорошо. Анна Николаевна, вы представили вот эту технологию, когда мы уже начинаем лечить пациента и вдоконку высылаем. Вот это очень правильно, потому что в начале нашего пути мы шли несколько по-другому. Вначале мы засылали консультацию, вот, запрос сделали, потом ожидали и так далее, и так далее. Хочу напомнить, что в начале организации работы отделов, работы отделов ТМК, НМИЦов, не все было просто. Но сейчас вообще все отлично, ответ идет быстрый. Если что-то не получается, мы взаимодействуем. Я правильно понимаю, Анна Николаевна, что ответ мы ожидаем в течение 7 рабочих дней? Стандартно, да. Стандартно, да. Где-то 5 рабочих дней нам нужно для того, чтобы дать ответ. Насколько мне известно, в Герцена тоже в эти сроки укладываются. Блохина иногда отвечают подольше. Но это связано с тем, что у них из нас, из всех троих, самое большее количество телемедицинских консультаций. Поэтому иногда можно простить один-два дня задержки. Да. В нашем региональном порядке, приказе по телемедицине мы установили 3 рабочих дня. Ну, связанное, естественно, с другой нагрузкой, как вы сказали. И все это так. Но, на наш взгляд, если такой порядок существует, если мы смотрим на МИЦ, то и должны соблюдаться все сроки. Спасибо за то, что эти сроки в большинстве своем соблюдались. Итак, я хотел бы продолжить, что телемедицинские технологии могут большую помощь нам оказать и в выполнении приказа 548-го. Ведь все-таки нам выставлены каждой территории KPI достаточно прилично. Например, в этом году мы должны 75% от всех состоящих на учете проверить, провести диспансерное наблюдение. У нас состоит на учете 30 тысяч онкологических пациентов. Но вот такая цифра 75% мы должны охватить. Без участия телемедицины, ну, здесь мы посмотрели, порядка 15% мы можем охватить именно этой технологии. Естественно, что первое посещение должно быть очное, второе с применением телемедицинских технологий. Ну, это естественно. Например, мы можем вдогонку пациенту высадить результаты ультразвукового исследования протокола, тех исследований, которые они сдавали лабораторные, да, заключение компьютерных томографов, других исследований, которые не надо ждать в день выполнения, имеется в виду результаты в день выполнения. Дать советы спокойно врач может уже на следующий день или, ну, мы установили, что это не позднее должно быть 7 рабочих дней от первичного обращения очного. Вот. То есть такое комплексное посещение, в которое вкраплено телемедицинское консультирование. Нам, конечно, позволит улучшить приверженность наших пациентов, не сделать формальный подход за их наблюдением. Вот. И повысить, повысить мы просто уверены качество оказания медицинской помощи. Ну, и приказ 168-й. Это диспансерное наблюдение за взрослыми, с предопухолем заболеваниями, с самыми разнообразными. Здесь вообще целый колондайк работы. Это все погружено в подушевое финансирование. И медицинские организации региона активно стали использовать эту технологию, особенно в этом году. Если мы были флагманами в прошлом году, онкологи, то сейчас обкатали, можно сказать, на нас эту технологию. И в больших объемах, я их покажу, используется телемедицинское консультирование в рамках диспансерного наблюдения за взрослыми и по другим специальностям. Мы говорили про это, был у нас и такой большой разговор Ирина Геннадьевна постоянно за то, чтобы это было в развитии порядков, которые существуют у нас в России, чтобы это набирало свои обороты. Мы тоже в рамках пилота проводим такие консультации дистанционные. Мы можем сейчас загружать файлы с советами. У нас пока на сегодняшний день технически не работает еще загрузка видеоматериалов, но разработчики наши обещали, разработчик у нас это Алькона, это российская сетевая компания, которая базируется в городе Чебоксары. Она, кстати, сотрудничает и с СНИО и ИЗ, вот этим центром здравоохранения. Мы видим все презентации с картами, вот этими дашбортами, это все, вот это Алькона делает для них в российских ВКСах и ВКСах Минздрава России. Ну, в общем-то, солидная организация, которая нам обещала, что мы можем высылать видеоматериалы в процессе дистанционного консультирования. Вот. Больше всего, конечно, я хотел бы остановиться на такой технологии, как врач-пациент. Здесь все прописано, когда, чего должно быть, соблюдение врачебной тайны обязательно. Все это понятно для нас всех, которые здесь присутствуют на вебинаре. Вот. Базовым документом в Чувашской Республике является приказ, он буквально свежайший приказ, мы его обновили от 31 марта 2023 года. Номер 119. Это всеобъемлющий приказ, где подробно описана технология консультирования врач-врач, врач-пациент, фиксация всей нашей работы. Вот все это прописано вот в этом базовом документе. Естественно, что в нашем Республиканском клиническом онкологическом диспансере создан отдел телемедицинских технологий, который конкретно занимается вот этой работой. Назначены координаторы с референс-центрами. Ну, в общем, такая организационная работа, которая, естественно, должна проводиться в каждой медицинской организации. Существует подсистема, это телемедицинское консультирование в нашей региональной медицинской информационной системе. Она достаточно проста, где можно подключить и видеокамеру, можно прикрепить все медицинские документы, которые действуют уже и оформлены на пациента. Вот. Причем используется все это, все эти файлы можно прикрепить из региональной медицинской информационной системы, то есть из медицинской карты пациента. И, что не менее важно, любое консультирование идет за электронной подписью и уходит опять-таки в электронную медицинскую карту пациента и в личный кабинет в госуслуги. Вот. Какие проблемы существуют? Ну, вот мы знаем, что в программе государственной гарантии телемедицинское консультирование – это подушевое финансирование. То есть отдельно как-то выделить эту услугу, эту услугу, чтобы дополнительно медицинские организации получали извне, не из подушевого финансирования, пока легального такого способа нет. О чем идет речь? То есть медицинская организация, которая в регионе, это имеется в виду, запросила телемедицинское консультирование, с нее потом снимается определенная сумма. Это вот 300, в нашем регионе это 395, если врач – врач, если консилиум – это 705 рублей. Подушевое финансирование, если консультирование идет врач-пациент, то это идет в обращение, то есть это комплексная услуга, в которой заключается еще и дистанционное консультирование. Естественно, это немного сдерживает распространение телемедицинского консультирования, потому что деньги снимаются с медицинских организаций за ТМК. Вот с инмицами без проблем, Анна Николаевна, без проблем консультируем, и мы наращиваем такие объемы, потому что за это все идет напрямую оплата из федерального фонда, сразу напрямую, минуя нас, так же, как и любое консультирование. Но, тем не менее, наши медицинские организации и руководители проникаются, я скажу так, проникаются, и мы убеждаем о необходимости наращивания объемов телемедицинского консультирования, потому что это чрезвычайно важно. И эксперты наши страховых медицинских организаций тоже настроены на то, чтобы развитие такое шло, и какие-то, если услуги и консультации какого-то специалиста отсутствуют в силу того, что его нету в больнице, можно это все сделать через телемедицинское консультирование. То же самое и в рамках диспансерного наблюдения. Например, эндокринологический пациент, терапевт начинает, эндокринолог может проконсультировать этого пациента, так же, как и в режиме врач-врач, и так же, как и в режиме врач-пациент. Ну, вот здесь такая небольшая визуализация проблем, которые могут возникать, возникает особенно у частных медицинских организаций, которые имеют смелость консультировать пациентов и выдают это за консультацию врач-пациент. Пациент, да, без соблюдения, без защитного, защищенного канала и так далее, мы используем защищенный канал, наш пациент должен быть зарегистрирован в госуслугах как минимум. Вот. Как все это происходит? Пациент должен иметь учетную запись в госуслугах, вот авторизация. Если у него есть проблемы, мы, наши консультанты из отдела сопровождения пациентов, а также наши специалисты по социальной работе помогают, могут помочь пациенту освоить, зарегистрироваться в государственных услугах. И молодые родственники, как мы обычно привлекаем к этому. Но это все обязательно надо делать с телефона самого пациента, либо с компьютера, на котором имеется регистрация. Естественно, что мы так оценили ситуацию, провели анкетирование. Эта услуга реально востребована у 15%, вот прямо реально востребована у 15% наших пациентов. Но в целом такой услугой могут воспользоваться более 45%. Более 45%. Поэтому мы для себя поставили задачу распространять информацию и все шире, чтобы наши пациенты использовали такую возможность. Так вот, врач обязательно, для врача формируется расписание, что очень важно, расписание именно пациент-врач, это очень важно, в котором назначается определенное время. Не просто вот, когда придется, да, обязательно должно быть сформировано расписание. Мы знаем, что у врача есть расписание обычных приемов очных, и вот еще формируется расписание именно телемедицинского консультирования. Оно не должно накладываться на расписание очного, что очень важно. Система иначе выбросит вот эту консультацию. Не будет и этой консультации. Назначается дата определенная, кликается, пациенту приходит сообщение о том, что он записан на такое-то время, либо через QR-код, либо он должен зайти вот на этот сайт телемед.к.ру, это наш сайт региональный, через который осуществляется, собственно, консультирование врач-пациент. Ну, это можно зайти, либо отсканировать код без проблем, и начинается сразу же общение с этим пациентом, что очень важно. В режиме электронной почты можно прикреплять любые сообщения. Также пациент все о себе может сообщать, мониторит все необходимые параметры, которые нужны. Если он в процессе химиотерапии, то может сообщать о своем состоянии, безусловно, субъективном, объективном. Вот. Все. Для нас это очень важно, что пациент начинает диалог с нами. Это повышает его приверженность. Вот. Сам ли пациент, либо за него родственники набивают эту информацию. Неважно. Главное, что мы получаем обратную связь от пациента. Соответственно, врач не обязательно к назначенному времени. Он может и в свободное время, ну, это условно, да, свободное время, включиться в диалог, то есть в эту электронную почту и какие-то уточняющие вещи туда забрасывать. Наступает время Че, да. Это назначенное расписание, время. Вот. Ну, в принципе, пациент может открыть видеосвязь, то есть у него может быть, если камера есть, он может включить ее камеру. Как правило, у нас процентов 90 мы стараемся, чтобы камера была, то есть визуализация была. Это очень все нормально, хорошо. Особенно наши палеотивные пациенты. Вот что очень важно для нас, вот эта опция, наш палеотивный пациент. То есть это, по сути, патронаж на дому получается. Вот. И мы можем визуализировать его состояние. Следующее. Следующее. Какие проблемы возникают при реализации телемедицинского консультирования? Нет. Но здесь они все обозначены. Вот. Мы не должны, так сказать, сдаваться и считать, что компьютеризация охвачивает не такой большой процент наших пациентов. Ничего подобного. Я говорил, что мы изучали более 45 процентов. Уверенные пользователи компьютерной техникой. Это среди пациентов. Заметьте. Вот. Ну и кроме того, мы проводили, проводили постоянно консультации, постоянные инструктажи наших сотрудников, медицинских сестер, службы сопровождения. Наших регистраторов, которые у нас называются администраторы, которые помогали бы нашим пациентам справляться с новой такой технологией, как телемедицинское консультирование через их телефонные аппараты. Безусловно, имеет и социальную эффективность, и медицинскую эффективность, и экономическую эффективность. Но самое главное, что эта технология повышает удовлетворенность наших пациентов. Они понимают, что о них заботятся. Это очень важно. Повышает качество и доступность оказания медицинской помощи. Мы в процессе своей работы видим очень много критических мест, очень много рисков. Но все эти риски, в большинстве своем, они субъективные. С каждым днем, при своей работе и общаясь с коллегами, не онкологами, которые эту технологию тоже активно используют, мы убеждаемся в том, что это крайне необходимо и становится скоро просто рутиной в нашей вот такой работе. Здесь наши контакты, где мы с удовольствием можем поделиться, в том числе и региональным приказом по телемедицине. Я знаю, что не просто всегда это бывает, но эти лайфаки и нам дают медицинские организации, и МИДС Петрова очень много в организационном плане делает. Мы используем вот эти все фишки, которые есть, наработаны в регионах. И наши вот эти конференции, они все открытые, поэтому мы доступны к тому, чтобы поделиться нашими региональными документами. Спасибо.